Вот так с помощью инструментов, мастерства и фантазии из снега и льда рождается настоящая зимняя сказка. В Новом Уренгое стартовал второй фестиваль ледовых скульптур «Хрустальные сны севера». В наш город приехали 20 именитых мастеров из разных городов России. Они создают уникальные ледовые шедевры по эскизам, которые придумали жители газовой столицы. Так семья Елышевых решила воссоздать сказочную девочку-птицу Айогу. Идею дочь принесла сама с детского сада. Был вопрос задан. Воспитательница наша в группе прочитала сказку «Айога» называется. И она пришла с вопросом «Мама, кто такая Айога?» Начали, естественно, искать, читать, перечитывать эту сказочку. Оказалось, это очень красивая девочка, которая потом превратилась в красивую птицу и улетела. И так получился у нас такой эскиз. Задумку семьи Елышевых помогает воплощать в жизнь мастер из Санкт-Петербурга Николай Ковин. Снежные арт-объекты он создает уже более 20 лет. Но в газовую столицу скульптор попал впервые. В Новом Уренгое первый раз. В самом городе так прошелся, в принципе, такой городок нормальный. Мне понравилось, что иногда даже вышки, как бы я увидел это. Был на озере, когда добывали лед. Ветер, конечно, очень был на тот момент. Я бы сказал, жгучий. Особенность – мало времени, чуть-чуть не хватает. У нас два часа всего на работу. Немножечко подальше. Холодно. То есть не все выдерживают холод. Что еще особенностей? Ну, в принципе, ничего такого сложного здесь нет. Лед хороший поставили. Своими впечатлениями о фестивале с нами поделилась и семья Дзидук. Их на создание эскиза для скульптуры вдохновил вполне реальный обитатель Крайнего Севера. Это всегда интересно. Тем более в таких конкурсах мы никогда не участвовали. Рисовать любим. И эта тема нам близка. У нас полярный мишка, который любует с северным сиянием. Ну, это наша любимая тема, поэтому у нас сразу возник эскиз такой. Расскажи, пожалуйста, ты сегодня помогала уже делать ледовую скульптуру? Расскажи, что ты делала. Ну, я помогала мастеру вырезать контур. Готовые работы можно будет увидеть 7 декабря. Еще один сюрприз для горожан – ледовые пушки. И этот праздничный арсенал по-настоящему стреляет. Ну, почти по-настоящему. Церемония проходит ежедневно в 7 часов вечера. Дарья Леонтьева, Даниил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».